А они не понимают, что пишут. Да я говорю, это слабоумный народ. Мужчина пишет, брянская поликлиника, очередь в регистратуру, старушка просит талон к врачу не на сегодня, а на завтра. А ей в ответ. Готовы? Да вы еще до завтра доживите. Ласково так, бабусь, да вы еще доживите до завтра. В интернете реклама строителей. Занимаемся сношением деревянных домов. Это страшно. Вы видели, когда-нибудь как сношение происходит у деревянных домов? Так-то мы видели, конечно, у других домов. Реклама турагентства. Мы пустим вас по миру. Производим чистку подушек у вас на глазах. Всю жизнь мечтал, чтобы мне на глазах подушки почистили. Есть такой городишко, Гжель, неподалеку от Москвы. Растяжка при въезде в этот городишко над дорогой. Гжель-синь России. Торгуют гастарбайтеры арбузами. Вот тоже соображалки набрались у нас, славян. Написано на лотке объявления. Оплати четыре арбуза и бери арбузов, сколько унесешь в руках. Ну, реальная замануха для лохов. Объявление на столбе. Ищут зарплатодателей. Гениально. Работодателей, прошу, не беспокоить. В газете. Потомственный алкоголик быстро и безболезненно снимет кодирование. Надпись на окошке ларька. Всем стучать громче. Мы где-то здесь. Табличка на киоске. Написано, стучите вот так. Тук-тук-тук. А ниже от руки кто-то дописал. А можно блямс-блямс-блямс? В газете. Объявление об услугах экстрасенса. Предсказательница с седьмым коленом. Она в Чернобыле родилась. У нее семь коленок. Может, девять, не знаю. Вот. Они ведь пишут сегодня. Этих ведьмаков разбилось. Они пишут книжки. Как от чего лечиться. Полезные советы. Миллионные тиражи. Значит, кто-то читает, кто-то это делает. Кто может сделать вот это? Полезные советы. Книга. Глава. Как выжить пешеходу на дороге. Интересно. Я же не знал, вот дожил до седых волос, лысых волос. Не надо над возрастом смеяться. Я еще раз говорю. Прежде чем переходить на зебре или на светофоре, вы записывайте. Необходимо убедиться, что автомобили стоят или вас пропускают. О, какая свежая мысль. Для того, чтобы понять намерение водителя, надо, записывайте, посмотреть ему в лицо. И если наладится контакт, то, может быть, он вас пропустит. Нормально? Может быть. Так он может и не пропустить, честно говоря. Заговор на зубы. Мягкие зубы, волосатые губы, помните? Если у вас мягкие зубы, подойдите к рябине, погрызите ее, приговаривая рябина, вылечимые зубы. Непонятно, как с мягкими зубами я рябину грызть буду. Они же у меня вообще развалятся. А совет, как вам нравится, как починить шарик для пинг-понга. А купить не легче новый. Как избавиться от мышей? Вот. Если в вашем доме обосновались грызуны, перед отъездом в город рассыпьте по полу залу. Одно ведро на один квадратный метр. Я такое количество золы за всю жизнь не соберу оставшуюся. 125 бедер я должен собрать. А главное, зачем? Ага, он зачем. Зола будет прилипать к мышиным лапкам, раздражать их, тем самым создавая мышам дискомфорт. Не выдержав издевательств, зверьки покинут помещение. Скажите, это кто-то делает вот это все?